Детскому саду номер 73 Олег Рожнов выделил 100 тысяч рублей на приобретение и установку уличных игровых форм. Депутат осмотрел новые качели, лестницы, песочницы и убедился в том, что средства были использованы по назначению. Детский сад вполне в хорошем состоянии и те планы управления образованием по замене заборов и двух веранд, которые пришли в ненадлежащее состояние, я думаю, что они завершатся. И дальше будем помогать и этому детскому саду и другим с решением каких-то насущных вопросов. Вопросы возникли к дошкольному учреждению номер 42, которому депутат в этом году выделил 41 тысяч рублей на приобретение ноутбука для интерактивной доски и 600 тысяч рублей на приобретение и установку летней веранды. К ноутбуку претензий нет, а вот верандой народный избранник остался недоволен. Я приобрел для этого детского сада ноутбук для интерактивной доски, все нормально работает и веранду, на которую выделил 600 тысяч рублей. Верандой я абсолютно недоволен, это не первая веранда, которую мы строим, но я бы сказал, так самое неудачное. Сделан некачественно, краска от металла отходит, полы не прокрашены, лавочки стационарные не сделаны. Со стороны фасадной, что должно быть половина закрыта фасадов, чтобы не было ни ветра, ни снега, это делается для детей, этого тоже не сделано. При этом сумма израсходована полностью. В ряде детских садов веранды гораздо лучше, строились за меньшие деньги, оставались деньги еще на малую архитектурную форму, на стеклопакеты. Здесь тоже деньги бы еще понадобились, поэтому я думаю, что с верандой нам предстоит разобраться. А детский сад номер 17, которому депутат выделил 319 тысяч рублей на создание музея, организовал настоящий праздник в честь его открытия. Немало почетных гостей пришли на торжество, в том числе почетный гражданин Одинцовского района Гильда Бот. При мне открывался этот детский сад, при мне назначалась Людмила Дмитриевна, и приятно, когда ты не ошибся в человеке, понимаете? Вот той энергетики, Людмила Дмитриевна, которая у вас есть, которая есть в вашем коллективе, я ей хочу пожелать, чтобы вы все время и дальше развивались. Под лежачий камень вода не течет. Какой же праздник обходится без подарков? Несколько уникальных экспонатов музею презентовали представители парка «Патриот». Эта каска, смотрите, павшим советским солдатам за освобождение русского района. Вот такая каска. Воспитанники и выпускники детского сада тоже приготовили подарки. Они порадовали гостей необычными творческими номерами. У нас технический прогресс вызывает интерес. Проектами руководим. Скоро в космос полетим. После церемонии открытия Олег Рожнов осмотрел музей и был приятно удивлен тем, как он оформлен. Видно, что заведующая вместе с воспитателями вложили в него душу. Кубинка – это особый город, я вот говорила. Это концентрация силы, мощи, достоинства, доблестной чести и безграничной любви к отечеству. И это не слова, это не высокий штиль. Это на самом деле так, потому что мы здесь живем и видим это, и знаем. Еду рано утром на работу, и я смотрю, когда едут вереница, ребят. И у них столько на спине и в руках всего. Они идут тренироваться. И вечером, поздно вечером, они идут с полной выкладкой. Это наши защитники. И как мы, вот там жители города, не должны на это реагировать. Конечно, мы, их же дети сюда ходят. Олег Рожнов выразил надежду, что музей действительно принесет пользу и будет пополняться новыми экспонатами. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».